Сотрудники МВД по Карачаевой Черкесии установили личность курьера мошенников, работавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представилась ее дочерью, сказала, что попала в аварию и теперь за совершенное ДТП ей грозит срок 3 года лишения свободы. Чтобы избежать наказания, ей нужны деньги для компенсации вреда здоровью второму участнику происшествия. Далее трубку передали другой женщине, которая представилась следователем. Залмышленница сообщила испуганной женщине, что необходимо собрать все имеющиеся у нее денежные средства и передать курьеру. Пенсионерка назвала собеседницей свой домашний адрес. И спустя некоторое время к подъезду ее дома подъехал мужчина, которому она отдала 70 800 рублей. Позднее потерпевшая связалась со своей дочерью, которая сообщила, что с ней все в порядке и она не звонила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан курьер мошенников. Им оказался 30-летний житель Краснодара, который дал признательные показания. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. При подобных звонках первое, что очень необходимо вам сделать, это не поддаваться панике, у которой нарезают вам звонившие. Если вам вдруг поступил аналогичный звонок, предвидите данный разговор, перезвоните своему родственнику, установите все обстоятельства, действительно ли он попал в беду. Если вы не дозваниваетесь, или телефон выключен родственника, который вам представит, содержитесь с остальными членами семьи, чтобы также установить все обстоятельства. Позвоните в больницу, уточните информацию о том, есть ли среди пациентов ваш родственник. Также содержитесь со своими участковыми и передайте всю информацию, которую вам сообщил мошенник. Следственным отделом Следственного управления по Карачаевску по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Данную информацию прокомментировали в Следственном управлении Карачаева-Черкесии. Недавно мы узнаем, что мы, оказывается, передвигались на неисправных канатных дорогах в Донбайе. Целая система канатных дорог есть в Донбайе, в Архизе. Они принадлежат разным собственникам. Они несут ответственность, в том числе, за то, чтобы это соответствовало законным требованиям, нормам и правилам. В рамках прокурорской проверки была изучена работа канатных дорог Донбая и установлено, что все мыслимые и немыслимые нормы безопасности там нарушены. То есть то, что там никто не погиб, ничего не оборвалось и никто не умер, это только благодаря тому, что вовремя это выявили. Поэтому сейчас эти дороги остановлены. Идет суд, который запретит их использование вообще навсегда. И у нас находится уголовное дело по 238-й, потому что эти люди умышленно на протяжении длительного времени подвергали опасности жизни многих людей. Но можно сказать, что не все дороги там, да? Нет, конечно. Есть современные, мощные, центральные дороги. Завершено расследование уголовного отдела по обвинению местной жительницы в лишении свободы своей несовершеннолетней дочери. Она обвиняется в совершении преступления, незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. И вот комментарий следственного управления. Согласно установленным в ходе следствия данным, 7 января текущего года злоумышленница, в ходе конфликта со своей 15-летней дочерью из-за ее непослушного поведения и отсутствия дома в ночное время, руководствуясь ложно понятными методами воспитания подростка, прицепила ее за ногу металлической цепью к трубе отопительной системы, оставив в таком положении на сутки. На следующий день пострадавшей удалось втайне от матери направить телефонное сообщение на номер своей подруги, которая сообщила случившимся сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Госавтоинспекция Карачаева-Черкесии продолжает работу по предупреждению смертности на дорогах к снижению количества аварий на опасных участках. За полгода текущего года автоинспекторы пресекли более 211 тысяч правонарушений в области дорожного движения. Проводилось большое количество рейдовых мероприятий и профилактических выступлений по пропаганде безопасности дорожного движения. Только в средствах массовой информации размещено около 2,5 тысяч материалов. Благодаря данной работе удалось улучшить обстановку на республиканских дорогах. Если сравнивать статистические данные за шесть месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого, число дорожно-транспортных происшествий осталось на том же уровне, при этом удалось добиться снижения числа погибших более чем на четверть раненых на 3,3%. Соответственно, снизилась и тяжесть последствий автоаварии. На территории Карачао-Черкесской республики за первое полугодие 2023 года зарегистрировано 1650 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 человека погибли, 240 получили ранения различной степени тяжести. Ну, основными видами ДТП явились, это у нас столкновения, как правило, 1160 из них это вид столкновения. Также для нашей республики, к сожалению, довольно актуальный вид ДТП – это наезд на животное. Как правило, это у нас хозяйственный скот, который где-то пасется вблизи автодорог. На автодорогах также наблюдаются, скажем так, когда наблюдаются и коровы эти же самые, и лошади. Ну, как правило, в этой ситуации у нас виноватыми оказываются владельцы всех хозяйственных животных, которые не осуществляют должного контроля за своим скотом, который они, естественно, должны осуществлять. Вот, также у нас большое количество ДТП для нашей республики, вообще это довольно-таки серьезная цифра, именно наезд на пешехода, имеется в виду, именно в местах, где положено было переходить пешеходу, а водитель, в свою очередь, не уступил ему и нарушил тем самым ПДД. Таких у нас зарегистрировано ДТП за первые полугода 23-го года, 54. Вот, и есть и раненые, к сожалению, также есть, в том числе, даже погибший ребенок несовершеннолетний. Вот, и касаемо, значит, именно непосредственно нарушений ПДД, которые способствовали совершению дорожных происшествий, ну, самое у нас такое, самые тяжелые последствия, как правило, мы знаем, от ДТП, связанных непосредственно с нарушением, связанными именно с выездом на полосу, предназначенным для встречного движения. Вот, и в таких ДТП у нас, к сожалению, погибло в этом году уже 5 человек, 16 ранены. Вот, в том числе есть и несовершеннолетние дети, которые получили ранения различной степени тяжести. Вот, самое такое, тяжелое, самое тяжелое последствие именно от выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Если бы брать по общему массиву, то больше всего ДТП у нас по причине нарушения правила расположения тяжести на проезжей части, вот, это уже, ну, получается, на втором месте. На первом месте нарушение правила проезда перекрестков, вот, и в которых наибольшее количество человек погибло. Погибло 13 человек. Это очень внушительная такая цифра, неприятная. Вот, и, ну, что касается нашей работы в данном направлении, касаемо предотвращения ДТП на территории республики, непосредственно работаем именно по определенным, стараемся работать по определенным нарушениям, именно касаемо на участках, где уже у нас имеется вероятность того, что будет, может допускаться ДТП именно вот с выездом, скажем так, на полосу, встречное движение тоже, да, это вот, ну, работаем именно, отрабатываем, пытаемся отрабатывать именно вот эти участки, автодороги, которые наиболее уязвимы. Организатор подпольного казино подозревается в нарушении авторских прав. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии выявили факт незаконного использования объектов авторского права в подпольном и горном заведении, расположенном в республиканской столице. По данным оперативников, 41-летний местный житель дважды приступил закон. В арендованном нежилом помещении организовал нелегальное проведение азартных игр. При этом использовал компьютерные программы, исключительные права на которые принадлежат одной из компаний. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю, составила более 2 миллионов рублей. По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждены уголовные дела. По данным Росстата, одной из главных причин фактов случайной смертности среди населения нашей страны занимает непосредственно алкоголь. При этом ряд других видов происшествий также вызван воздействием этого типа депрессанта. Минздрав России уделяет данному вопросу большое внимание и организовал профилактическую неделю, направленную на предотвращение случайной смертности. В теме разбирался наш корреспондент Артур Мыхце. Профилактические ролики наглядно демонстрируют, на какой вред для организма способен алкоголь. Впрочем, это лишь часть айсберга, с которым сталкивается корабль под названием «Жизнь человека». Дальше у нас уже идут различные травмы, ДТП, суициды, утопления и так далее. Но так или иначе, конечно, мы все понимаем, что первое место алкоголь занимает недаром, потому что все остальные, так скажем, статистические данные, они говорят о том, что все это тоже связано с потреблением алкоголя непосредственно. Для Карачаева-Черкесии, конечно, ситуация тоже достаточно серьезная обстоящая, как и во всех регионах нашей страны. То есть в целом мы с вами можем сказать, что у нас около 3000 людей, состоящих у нас на учете. Так или иначе, учетность связана с употреблением алкоголя. Немало автомобилистов нашей республики предпочитают садиться за руль, приняв изрядную долю спиртного. То ли для храбрости, то ли из-за отсутствия мозговой активности и понимания возможных последствий. Некоторые из них потом пытаются умчать подальше от назойливых полицейских, а после задержания ищут оправдание в сиюминутном помешательстве. Экспертами доказано влияние алкоголя на неадекватное восприятие действительности, агрессивное поведение и желание навредить себе или окружающим. Понимая серьезность проблемы, Минздрав России объявил неделю с 10 по 16 июля профилактической, направленной на предотвращение случайной смертности. Увы, алкоголь, он так влияет на головной мозг, на центральную нервную систему, что даже одна выпитая рюмка, она стоит, собственно говоря, концентрации внимания, теряется острота зрения, восприятие цветов, чувства реальности в принципе нет, то есть мы уже не можем себя контролировать. Плюс, конечно, у нас еще то, что касается алкоголя, смертность от контрафактного алкоголя. Мы все знаем, что тоже вот была буквально недавно у нас довольно серьезная ситуация в нескольких регионах, когда люди отравились контрафактным алкоголем, в котором содержался непосредственно метиловый спирт. Каждый раз, приобретая алкоголь, человек так или иначе рискует. Причем высокая цена и наличие акцизных марок вовсе не гарантируют качество товара. А значит, велик риск угодить в лучшем случае на больничную койку, не говоря о более серьезных последствиях. А такие тоже имели место. Специалисты считают, что человек ищет в алкоголе способ расслабиться или возможность уйти от проблем. Однако это путь в никуда. А ведь подобному часто подвержены те, кто считается будущим нашей страны. Именно родители, именно семья больше всего оказывает воздействие на ребенка. И поэтому, конечно же, мы не будем убедительны, если мы будем употреблять алкогольную продукцию и рассказывать о том, что это вредно для своего ребенка. Поэтому в любом случае изначально нам нужно самим отказаться. Ну а для молодежи, конечно, самое главное – это искать другую альтернативу, искать какую-то замену, чем занять свое свободное время, как еще вообще расслабиться, кроме употребления алкоголя. Неудивительно, что именно употребление алкогольной продукции Росстат ставит на первое место в списке причин случайной смертности в нашей стране. И только осознав все риски и последствия, принимая меры профилактического характера, предлагая людям куда более полезные увлечения, появится возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Махцера Сулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Члены общественного совета и сотрудники управления наркоконтролем ВДП Карачаева-Черкесской Республики проводят акцию по пропаганде нулевой толерантности к потреблению наркотиков. Наркоманы часто являются переносчиками гепатитов, а также страдают ВИЧ, СПИД, инфекциями. Часто погибают от передозов и умирают в раннем возрасте. Будь сильнее, откажись от наркотиков. Управление по контролю за оборотом наркотиков, МВД по Карачаево-Черкесской Республике просит граждан, располагающих информацией в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщать по ниже указанным номерам телефонов доверия. Не оставайтесь в стороне. Ваша информация может спасти здоровье и жизни многих людей, а возможно и ваших низких. Это вся информация, о которой мы успеваем рассказать. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.